Нейросети уровня условно чай GPT в розницу. NVIDIA на своей ежегодной конференции анонсировала готовый набор инструментов для создания собственной большой языковой модели кем угодно. Ну, у кого хватит на это денег, разумеется. Называется это проект AI Foundation. Он включает в себя платформу NVIDIA NIMA. Она позволяет строить генеративные нейросети, работающие в первую очередь с текстом. И NVIDIA PICASO тоже, но только для создания изображений, видео и трехмерных объектов. К этому еще поддержка сотрудников самой NVIDIA и ее облачный сервис DJX Cloud, который разворачивается на мощностях Microsoft Asia, Google Cloud и Oracle Cloud. То есть почти всех крупнейших мировых провайдеров таких услуг. Суть тут в том, что создание большой языковой модели с нуля занимает годы, обходится во многие миллиарды долларов и требует колоссальных вычислительных ресурсов на тренировку нейросети. А тут все это предлагается как сервис. Яндекс фактически готовая нейросеть, которую остается настроить под свои задачи и обучить на своем наборе данных. Это могут быть, например, тексты или изображения, защищенные авторским правом, или что-то очень конфиденциальное. И получить на выходе что-то вроде чат-джепики, но обученную не на всем интернете, а на внутренней документации, патентах, разработках, открытиях и текущих проектах, отдельно взятые, например, фармацевтической компанией. Яндекс перезапускает «Разговор» – приложение, которое помогает людям с нарушениями слуха и речи общаться с окружающими. Оно переводит устную речь в текст и наоборот. Если человек не слышит или слышит плохо, разговор будет распознавать обращенные к нему реплики и показывать их в виде текста на экране. А если у человека трудности с произнесением, он может набирать фразы на телефоне, а приложение будет озвучивать написанное. Первую версию написали студенты МФТИ еще в 2015 году в рамках яндексовского хакатона. Дальнейшее развитие, дальнейшая история этого приложения произошла в прошлом году. Мне написал один из наших пользователей, он глухой, и он написал о том, что приложение есть на андроиде, но его нет на iOS. Мы посмотрели, действительно, это оказалось так, и мы уже с другими студентами, вместе со студентами школы менеджеров Яндекса сделали продолжение этой истории. Мы сделали это приложение на iOS. Кроме еще одной платформы, приложение получило и новую версию SpeechKit. Это та технология, что помогает голосовой помощнице Алиса общаться с пользователями, а Яндекс-переводчику озвучивают слова. Кроме того, в разговоре можно заранее заготовить фразы, которые могут понадобиться в той или иной ситуации, например, в поликлинике или МФЦ, и сохранить их как шаблоны, извлекая при необходимости. И каждый раз, приступая к проекту, мы изучаем, какие потребности есть у таких людей и привлекаем к тестированию самих пользователей. Например, когда мы говорим про адаптацию доступности интерфейсов для незрячих людей, у нас есть в команде незрячие тестировщики, которые непосредственно сами тестируют и помогают командам адаптировать приложение. И когда мы делали приложение Яндекс.Разговор, мы точно так же общались с сообществом для того, чтобы исследовать и понять, как лучше сделать это приложение. В Яндексе уверены, что это приложение может быть полезно не только совсем глухим людям в общественных местах, но и облегчит семейную жизнь людям со сниженным слухом. Ну, например, упростит общение с правнуками. И еще немного про отечественные программы. Мой офис отчитался об успехах на розничном рынке. Его пакет программ для работы с текстами, таблицами и презентациями скачали 20 миллионов раз. Имеется в виду не корпоративные продажи, а именно интерес рядовых пользователей к бесплатным версиям мобильной и десктопной моего офиса для личного пользования. В приведенных цифрах интересны два момента. Во-первых, половина от всей установочной базы, то есть 11 миллионов скачанных копий, образовались за один прошлый год. Ну и второе. Статистика загрузки мобильной версии по разным магазинам приложений, где по-прежнему безусловный лидер официальная площадка от Google. 83% загрузок. Почти 15% загрузок пришлось на поклонников фирменного магазина от Xiaomi. А вот владельцы айфонов особого интереса к отечественному офисному пакету не проявили. 3% замыкают рейтинг Huawei и самый молодой из магазинов приложений, отечественный же Rustor. По ним мой офис не привел цифр, но остается там, в общем, на двоих немного. Продолжение следует...